День Победы – один из самых главных праздников для всего многострадального народа Абхазии. Мероприятия, посвященные празднику, состоялись во всех районах Абхазии. И хотя прошло 26 лет со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, все как будто случилось вчера. Для всех нас это был великий день. Всех поздравляю с этим великим праздником, великой Победой. Как бы тяжело не было говорить о том, что это праздник, потому что у нас были большие потери. Многие сыны, дочери Абхазии погибли в этот день. В лице их родителей, весь народ Абхазии хочу поздравить с праздником. Дай Бог, чтобы в этой стране, у этого народа никогда не было войны, чтобы Абхазия процветала. И дело тех, которые сложили головы за свободу Абхазии, никогда не утеряло свою ценность. Хочу поздравить всех добровольцев, которые пришли на защиту нашей Родины с этим великим праздником. И вас всех поздравляю с этим праздником. Сегодня великий праздник. Желаю счастья, радости, мира, процветания. Администрации района совместно с отделом культуры подготовили ряд памятных мероприятий, посвященных Дню Победы и независимости Республики Абхазия. В церемонии возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардземба в селе Эшера приняли участие первые лица государства, ветераны, общественность. Делегацию Галского района возглавил Тимур Надарая, которого сопровождали работники администрации, начальники отделов, школьники. Этот великий день для народа Абхазии. Этот народ очень долго и с большим батареем шел к этому дню. Хочу от всей души поздравить всей Абхазии с великой победой. Хочу пожелать, чтобы никогда больше на территории Абхазии войны не было. Почтить память к мемориалу погибших в кузнино-абхазской войне в городе Гал пришли ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководство района, представители силовых структур, работники культуры и образования, учащиеся школ и жители Галского района. Хочу поздравить с 26-летием победы в Республике Абхазии. Это действительно важный день. На самом деле это и праздник, и боль в одном лице, поскольку многие потеряли своих близких, родных, братьев, которых уже невозможно вернуть. Но надо продолжать жить, чтобы их память осталась в сердцах людей, которые здесь живут. Расскажите, пожалуйста, где застигла вас весть о победе? Здесь, в Абхазии. Что для вас значит сегодняшний праздник? Для нас это сегодняшний праздник, что кончилась война. Значит, что мир для нас. Я хочу пожелать в Абхазию счастья, мир и радость. Для каждого гражданина Абхазии и представителей всех братских республик, добровольцев, 30 сентября как радостный, так и грустный день. Ведь все помнят, какой высокой ценой досталась нам победа. Сегодня 30 сентября. День окончания войны и день победы. Это великий день для нашей страны. Я желаю Абхазии мира и процветания. Мы, граждане Абхазии, никогда не забудем те злодеяния, которые творили вооруженные группировки Грузии. В нашей памяти навсегда останутся героями сыновья и дочери Абхазии, которые первыми встали на защиту Родины. Сказал в своем выступлении совместитель военкома Падрига Мессония. Поздравляю вас с 26-й годовщиной Дня Победы и независимости Республики Абхазии. Мне, как и любому гражданину, ставшему на защиту нашей Родины, Абхазии, тяжело вспомнить 14 августа 1992 года. В этот день всегда сложно говорить и отбирать подходящие слова. Те события, которые происходили на территории Абхазии с 1992 по 1993 годы, еще долго-долго будут будоражить умы мирного населения Абхазии, которое никогда и не могла себе представить, что такое может произойти. Поздравляя ветеранов войны, кавалер Ордена Леона Курам Допуа отметил, что народ Абхазии, который прошел столько страданий, лишений и бед, сегодня должен не только с надеждой, но и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Хочу пожелать вам мира. Хочу, чтобы вот эта молодежь, которая вот здесь стоит, которая выросла после войны, чтобы она жила без страха, без разочарования, чтобы с уверенностью смотрели в завтрашний день. И чтобы Абхазия достигла такого уровня, чтобы эта молодежь гордилась, что они граждане республики Абхазии. Обращаясь к обществу, глава района Тимур Натарая сказал, мы сегодня в Абхазии должны показать всем пример того, как Абхазы, грузины, русские, армяне создают Абхазское государство, каждый житель которого будет гордиться тем, что он живет в Абхазии и будет делать все для того, чтобы страна процветала. Абхазия, грузия, 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 армяне создают Абхазское государство, Абхазский народ этим договором показывал, что ради мира и чтобы не было войны, он готов жить в едином государстве вместе с грузинами. Но в тот день, когда парламент Абхазии должен был обсудить договор, Шевернадзевская клика вторглась на эту землю. Что их не устраивало? Что они хотели, если абхазский народ готов был жить в одном государстве с Грузией? Их не устраивало существование самого абхазского народа. Они хотели по-своему решить проблему раз и навсегда, уничтожив всех с мала до велика. Это без стеснения сказал тогдашний командующий войсками Госсовета Георгий Каргарашвили. И он сказал, что готов положить 100 тысяч грузин, чтобы уничтожить весь 100 тысячный абхазский народ. Владислав Великий возглавил эту борьбу. Если вы любой народ припрете к стенке и скажете, что вы подлежите уничтожению, он сделает все, чтобы спасти себя. Мы добьемся, что Абхазия будет свободное, демократическое, правовое государство. Еще раз вас с праздником! С Шарданом Тапсенра! Здоровья, успехов всем гальцам! Продвижения вперед и всего самого хорошего! Кроме официальной части, в районе прошли и спортивные мероприятия, приуроченные празднику. Это кросс, веселые старты, баскетбол, теннис, шашки, шахматы и показательное выступление восточных единоборств. На центральной площади города состоялась выставка подделок и рисунков учащихся художественных школ, которую с удовольствием разглядывали гости и жители города. Пока одни ребята рисовали на асфальте рисунки, другие с удовольствием играли в веселые старты. Я хочу свою Абхазию в первую очередь поздравить мир, что кончилась война. Ближе к вечеру был организован праздничный обед на свежем воздухе, полевая кухня и небольшой фуршет. Любые народные гуляния и праздники просто не обходятся без отдыха под открытым небом. И в таких случаях полевая кухня просто спасение, так как она обеспечивает гостей всем необходимым для создания по-настоящему праздничного настроения. Я знаю, это очень тяжело для нашего народа, но я хочу поздравить простой народ гальский, чтобы вы больше не видели этой войны, протоубийственной войны, чтобы больше не было. Под конец дня для жителей и гостей города был дан праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальные и вокальные ансамбли района и учащиеся городских и сельских школ. КОНЕЦ Дорогие кальцы, дорогие соотечественники, никакая добрая ссора не заменит худого мира. Мы хотим, чтобы был мир, чтобы не было больше войн. Сегодня мы можем растить детей под мирным небом, благодаря тем, кто отдал жизни свои за свободу Абсенра. Поздравить гальцев приехали добровольцы из Южной Осетии во главе с министром обороны Республики Южной Осетии Ибрагимом Гасеевым и гости из столицы министр МЧС Лев Квецыния и министр обороны Республики Абхазия Мираб Кишмария. Мира, счастья, здоровья, благополучия. Все, все вам прекрасно. Поздравляю вас с 26-й годовщиной победы народа Абхазии в Отечественной войне от имени народа Южной Осетии. Дай Бог, чтобы Абхазия процветала. Абхазия – прекрасный народ. Дай Бог вам здоровья, всего самого наилучшего. Праздничный концерт длился до самой ночи. В исполнении ребят прозвучали не только военные песни и современные музыкальные произведения, но и танцевальные композиции. С Днем Победы, страна! С праздником, моя родная Абхазия! Уверенности в завтрашнем дне! Мира, любви и процветания! Анжела Убилава, Илона Микава, Гела Закарая, Галтовы.